Спасибо большое, спасибо Анастасию и организаторам, что сделали такую конференцию, ну, участие конференции на эту тему. Мне кажется, нужно это продолжать и продолжать развивать в нашей стране особенно. Вот. Я хотел бы начать с такого ревью, больше обзора, и закончить на эту же тему, закончить небольшим таким проектом, в котором я участвовал, и рассказать про результаты. Хотел бы начать, естественно, вообще, что такое микрофлуидика, почему она полезна, и далее показать несколько примеров, которые на сегодняшний день, мне кажется, достаточно интересны. Там, конечно, публикаций не так мало, хотя я бы сказал, что по сравнению с публикациями в сфере биологии, конечно, намного меньше. Вот. И закончить тем, чтобы показать, как сказать, обсудить проблемы, которые нужно, конечно, попробовать решить в сфере микрофлуидики, используя микрофлуидики для экзосом. То есть что такое микрофлуидика? То есть микрофлуидная технология – это такой гибрид, который состоит из многих областей, включая химию, биохимию, инженерную область, физику, нанотехнологию, биотехнологию. Я, может быть, что-то не учел, но это такая комплексная достаточно, комплексная система. К чему люди стремятся? Это создать стендалон-систему, то есть независимую систему, которая позволит сделать нужный анализ без каких-либо другого оборудования. Вот. Далее, значит, все процессы должны быть сделаны на чипе, то есть реакции и так далее, выделения. Значит, существует множество, как сказать, попыток, так сказать, подходов создания микрофлуидных чипов, но одни из самых таких наиболее использованных – это вот мягкая литография. Также вот так как 3D-принтеры достаточно активно развиваются и уже начинают создавать принтеры достаточно с большим разрешением, то это в ближайшем будущем также может быть таким из быстрых, более быстрых методик для создания микрофлуидных систем. Значит, микрофлуидный чип обычно состоит, как бы может состоять из резервуаров, из определенной реакции на поверхности, например, sample collection. Но также микрофлуидика, как бы одна из частей, это, конечно, из сложных также компонентов, это как ее упаковывать, потому что это часто забывают, как в итоге должен быть предоставлен продукт. Как видите, здесь множество, то есть это пару компонентов, но на самом деле здесь целая система. То есть, как вы видите, есть журнал «Лаборатория на чипе». То есть, почему называется «Лаборатория на чипе»? Потому что у нас на одном маленьком таком чипе может происходить множество процессов, то есть смешивание, реакции, хранение, значит, очищение и так далее, очистка там образца и так далее. Вот. Когда мы переходим на такую как бы… То есть микрофлуидика обычно это подразумевается, что каналы меньше, даже намного меньше, чем один миллиметр, то есть мы переходим уже на микроны. Вот. При таких размерах у нас уже приходят другие характеристики этой системы. В том плане, что у нас большая поверхность к объему, значит, соотношение. Теперь у нас ламинарный поток, при котором диффузия является наиболее, как сказать, играет наиболее важную роль. То есть мы теперь будем зависеть от диффузии. Это как бы предоставляет даже так же и проблему, потому что нам, чтобы смешать, например, вот здесь справа показан пример, где жидкость и микрочастицы, то есть, ну, допустим, вода, и, значит, образец микрочастиц, как вы видите, они смешиваются, вернее, значит, эти два канала сходятся в один канал, но никакой смеси не происходит. То есть смешивания никакого не происходит. То есть из-за этого нужно учитывать вот это, как бы в геометрию, геометрию чипа. Вот. Также поверхностное натяжение является важным уже, работая при таком размере. Вот. То есть это нужно всё учитывать. Вот. Почему это... Почему люди вообще интересуются в этом? Почему это может быть важным, особенно вот в медицине? Это важно тем, что мы можем как бы уменьшить нашу лабораторию, типичную лабораторию, комнату, которая содержит множество оборудования, в такой маленький чип. И делать весь процесс на этом маленьком чипе. То есть это позволит, естественно, увеличить, как сказать, скорость анализа, в чём мы интересуемся проанализировать. Значит, это может улучшить разрешение и улучшить лимит детекции. Значит, естественно, уменьшить размер образца. И также несколько других, как сказать, плюсов, которые предоставляет вот эта идея. То есть особенно один из таких ключевых моментов – это то, что в итоге мы можем использовать вот этот метод на дистанции. То есть нам не обязательно перевозить оборудование, например, в такие зоны, где, например, нет клиник-гостиниц, чтобы проверить пациента на заболевание и так далее. Значит, существует множество методов выделения. То есть было упомянуто Павелом Петровичем Петровичем, вот Дмитрий также упомянул использование микрофлуидики для выделения экзосом. Но, конечно, проблема, как вы сказали, это, конечно, то, что мы работаем с маленьким объёмом. И, естественно, если дальнейшие наши планы – это проводить следующего поколения ПЦР, например, и так далее, нам нужен хороший образец, ну, с достаточным количеством, значит, того, что мы хотим анализировать. Но на данный момент именную affinity – это является одним из самых таких наиболее использованных, и этот подход, мне кажется, имеет большой потенциал, который будет использован. Поэтому я хотел бы сконцентрироваться больше на именную affinity сегодня. Но вы имейте в виду, что, конечно, многие другие подходы также были опробованы уже и имеют тоже потенциал. Здесь просто представлено по размеру этих кружочков – это вот throughput, то есть он это как бы оценивает, этот метод. То есть это объём образца, который разделён на время, которое нужно для произведения и выделения экзосом. Вот это, значит, график показывает, сравнивает методы детекции. То есть это тоже достаточно такой набор методов. То есть электрохимический, РИЛ, там, ПЦР, иммуноэлектрофорез, то есть СПР – это тоже набор, так сказать, методов. Но вот флоресенс, я бы сказал, тоже вот… Почему флоресенс, так сказать, является интересным? Потому что он достаточно простой, то есть используя микроскоп, то есть мы можем сделать анализ. Также мы можем, конечно, миниатизировать, и без использования экзосома мы можем использовать свой гаджет, я не знаю, тот же смартфон для анализа. И мы посмотрим на один из таких примеров. Значит, на данный момент я хотел бы дать пару примеров. То есть мы начнём с самого простого примера. То есть что здесь сделано? Значит, люди сделали достаточно простые каналы, канальчики микрофлуидные из ПДМС, это полидометал-силоксин, который часто используется. Он инертный, он как бы нетоксичный, то есть с ним легко работать и как раз делать каналы. Значит, они модифицировали поверхность антителами. То есть почему они сделали такую геометрию? Потому что, как вы можете представить, если наш каналчик расходится на более широкие области, там у нас, естественно, происходит замедление потока, что предоставляет возможность экзосомам больше времени диффузировать к поверхности и, ну, собственно, больше у нас вероятности поймать нужных субпопуляций экзосом. Вот. То есть здесь использовался антителы CD63, которые хорошо известны. Вот. И, значит, эта группа показала, что у людей с раком поживающей железы имеется большее количество CD63 маркера. Достаточно явно. Вот. То есть это вам показывает, что за достаточно короткое время и всего 400 микролитров образца мы можем сделать диагностику. То есть потенциально делать диагностику. То есть другой пример, где мы не модифицируем поверхность, а модифицируем микрочастицы, магнитные микрочастицы, я должен сказать, мы можем делать немножко по-другому. То есть мы можем, значит, смешивать микрочастицы с нашим образцом. Микрочастицы, естественно, содержат, значит, антитела, которые нам интересны. Значит, в этом проекте изучали рак яичника и рассматривали, значит, пять вот этих основных маркеров. Значит, в этом процессе, значит, смешиваются, как я сказал, микрочастицы с экзосомами. И потом, используя магнит, мы можем контролировать эти микрочастицы. То есть мы можем их фиксировать. В итоге, в конце нашего канала мы можем их всех сконцентрировать. И, используя флуоресценсу, мы можем определить количество экзосом, которые содержат, значит, маркеры, которые нам интересны. То есть вы заметите, что всего 20 микролитров плазмы и 40 минут потребуется, чтобы определить относительное количество маркеров. Приходим на более сложное. Я не буду, значит, ходить в детали, потому что времени не так достаточно. Но также мы можем делать ПЦР на чипе. То есть, по сути дела, в этом примере показано, как эта группа, тоже используя магнитные микрочастицы, значит, они выделяли субпопуляцию экзосом. Потом из этой субпопуляции экзосом они выделяли, ну, сделали лисис и выделяли мРНК. И потом анализировали мРНК. То есть, как видите, опять же, вот вся система была уменьшена в один чип. Система вот эта, которая требуется при типичном ПЦР, для типичного ПЦР-эксперимента. Вот. И теперь хотел бы показать, к чему так многие стремятся. Это, естественно, комбинирование вот таких вот микрофлойных чипов или их анализ с нашими гаджетами. Вот. И, как видите, здесь, по сути, был создан ELISA а-ля ELISA система, где, значит, экзосомы были выделены, опять же, используя микрочастицы. Но в этот раз, значит, подход был интересен в том, что используя разного размера микрочастицы и разные антитела, которые находятся на поверхностях этих микрочастиц, мы можем выделить определенную сначала субпопуляцию, используя поликарбонатные фильтры. Вот. И анализировать только определенную субпопуляцию экзосом, очистив эти экзосомы, предыдущие, которые содержат маркеры, которые нам неинтересны и которые могут повлиять на результаты. То есть, используя просто камеру телефона, мы можем оценить, значит, результаты. Вот. Хотел бы завершить вот этим проектом, на котором мы работали. Это использование Field Flow Fractionation, то есть, это фракционирование в потоке симметричном. То есть, что мы сделали, это мы добавили, значит, использовали MCF7 экзосом выделенных, значит, PEG Precipitation. Это, может, не самый лучший метод, как было сказано, но это то, что у нас было на то время. Вот. И мы решили фракционировать экзосомы на субпопуляции, исходя из их размера. То есть, это происходит тем, что сначала производится поток через мембрану, через которую экзосомы, естественно, не проходят. И при, значит, после определенного времени мы эквалибрируем, то есть, достигаем эквалибрируем, где у нас происходит распределение экзосом по размерам. Так как, как вы представите, наименьшие экзосомы с меньшим размером будут присутствовать ближе к центру канала. Вот. А те, которые больше размером, просто из-за их из-за вот этого потока через мембрану, они окажутся ниже. И зная, как, значит, форму нашего потока, мы знаем, что меньшие частицы, они у нас выйдут из вот этого, из этой системы быстрее, чем большие частицы. Тем самым, мы их очень четко можем фракционировать на субпопуляции. И после фракционирования мы, значит, сделали анализ, используя НТА, то есть, показывая, что мы явно имеем четкие фракции, вот, значит, с определенными размерами экзосом. И также мы сделали Digital Drop ПЦР, проанализировав маркеры МИР-21, он достаточно известен, особенно в сфере ракомолочной железы. И мы увидели, что распределение МИР-21 маркера, оно имеет, значит, корреляцию с размерами экзосом. То есть, на удивление, мы увидели, что экзосомы с более меньшим размером гидродинамическим имеют больше МИР-21. Ну, значит, какие проблемы сейчас? Сейчас полминутки, извините за задержку. Проблема в чем? Вот ПДМС, который я сказал, он очень часто используется в этой области. Проблема с ПДМС в том, что для массового производства он не может быть использован. То есть, как бы, это сложно сделать такую систему, которая может производить эти чипы из ПДМС. То есть, из-за этого разработка еще процесса, то есть, разработка массовой продукции чипов. Значит, функционализация поверхности также является еще проблемой, достаточно сложным процессом. И представьте себе сейчас новую область, когда пытаются интегрировать электронику с микрофлитикой. то есть, опять же, это очень интересно, но проблема в том, что, опять же, для масс-продукции, то есть, это производство, это очень-очень сложный процесс, очень сложно сделать, по крайней мере, на данный момент. Вот. Ну и также для лабораторных, то есть, чипов, если мы пытаемся интегрировать всю лабораторию в один чип, естественно, это тоже сложный процесс, потому что нам нужно, причем, когда мы храним долгое время эти чипы, нужно сделать так, что там ничего не произошло до нашего использования этих чипов. И это тоже достаточно сложный момент, который нужно учитывать. Вот. Спасибо за... слушательный... Спасибо большое за вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. У меня такой маленький технический вопрос. То есть, предполагается, что эти чипы, они будут одноразовые, да, то есть, помыть их, помыть их, еще раз использовать нельзя. Ну, вы знаете, там уже слайды выключили, но там на самом деле один... Да, спасибо. Я хотел... Я вот не упомянул в конце просто из-за времени, но это было, значит, в самом конце как раз. Вот это вот момент рьюзибилити и ресайклинг, то есть, сейчас также, ну, вот люди пытаются, естественно, сделать так, чтобы мы могли использовать чип множество раз, потому что, естественно, ну, в принципе, для, как бы, природы, да, то есть, не хотелось бы, чтобы это было одноразовым и в плане цены также. Вот, поэтому пока на данный момент вот очень мало работы, которая вот, ну, добилась такого, что можно было использовать чип множество раз. То есть, пока это одноразовое. Нет, понятно, то есть, вот, для разделения по размеру, там, например, здорово было бы, если бы они все-таки можно было их несколько раз использовать. Размерения, например, да. А вот, конечно-то, какие-то реакции и так далее, там же у вас просто будут заканчиваться реагенты, но вряд ли там... Да, вот в такой... Для разделения, для выделения, вернее, экзосом, как вы упоминали, в принципе, можно даже, да, множество раз, ну, просто промывать, прощищать, и, в принципе, это не проблема, я думаю. Спасибо. Спасибо. Тогда, конечно. Подразумевается, что МРНК мы просто выделяем и потом отдельно делаем ПЦР, или здесь же сразу на этом чипе? То есть, да, вот этот чип был сделан так, что, ну, конечные, значит, самые последние вот эти ячейки, они были оптимизированы так, что можно прям его вставлять и считывать, то есть, по сути дела, делать этот самый, ну, это было вот для какого именно прибора, то есть прибор, естественно, был отдельный, то есть пока вот в этом проекте… То есть, этот чип потом вставляется, скажем так, в реал-тайм ПЦР, ну, там же сначала нужно обратную транскрипцию сделать, да, а потом уже реал-тайм ПЦР. Да, ну, то есть, да, то есть здесь больше, как бы не вся, не весь процесс, да, то есть это только… То есть, фактически, это получение экзосомы, из них получение МРНК для последующего анализа ПЦР. По сути, да, да. И это реально существующий чип, который работает? Да, то есть это вот опубликовано в 15-м году в… Ну, то есть, не просто на стадии разработки, да, а в… То есть, это опубликовано, как бы, но, как сказать, именно продукта я пока еще не… Готовы пока не. Да, то есть, это какое-то, как прототип, ну, что-то вроде прототипа, то есть, конечно, там, наверное, есть определенные нюансы, которые, ну, чтобы это дошло до использования в, как бы, в лабораториях и больницах, я, как бы, это еще нужно время, наверное, потому что… Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Как только решили опять скачок, потом опять какая-нибудь трудность. Вы можете вот организовать, какие наиболее… Как с вашей… Здесь набираются все технологические трудности, вот то надо сделать, то… Или есть какие-то принципиальные, которые сейчас сильно мешают, вот как-то можно выделить. Или это набор очень-очень многих мелких технологических проблем? Ну, да, я бы сказал, что это, наверное, набор, потому что, как видите, здесь настолько широкий, как сказать, спектр вот подходов, вот, что можно, в принципе, делать, да, то есть, ну, как, в принципе, делать чипы и модифицировать их для нужного, да, применения. Вот, здесь, конечно, я бы сказал, сейчас большое предспятствие, почему до сих пор мы не видим прям чипы везде. Есть уже какие-то приборы, например, Digital Dropter PCR прибор, на самом деле он как раз использует чип. Собственно, там в таких вот капельные, вот, как он называется? Digital Drop. Да, да, каплегенератор, вот, каплегенератор. По сути, они воспользовались каплегенератором так, что в каждой капельке содержится, значит, один ДНК, да, который, ну, я имею в виду, да. И, тем самым, мы можем квантифицировать это, как бы считать их, то есть, это позволяет это делать. То есть, в принципе, уже есть, как бы, продукт, но, мне кажется, все равно, вот, наверное, основное препятствие сейчас, вот, где, вот, как вы говорите, немножко заостряли, это вот как раз сложность производства, вот, именно потому что, вот, когда мы начинаем интегрировать столько всего в один чип, это сложно сделать, знаете, автоматизировать вот это все производство. То есть, и, вот, опять же, тот же PDMS, это хорошая, как сказать, вещь, которую, вот, можно использовать для создания каналов, но, чипов. Но, опять же, для массового производства это не пойдет. То есть, опять же, ну, как бы, цель, естественно, сделать так, чтобы один чип стоил, там, например, 2 доллара или 1 доллар. Как бы, но пока, вот, вот, цена, сколько все это, ну, требуется, чтобы это все сделать, это пока. То есть, да, я бы сказал, просто, вот, первое, ну, то, что столько, столько подходов есть, то есть, нет такого стандартизирования, что ли, пока. И второе, это то, что, вот, в принципе, да, такой вот технологии, которая, ну, сейчас бы уже позволила вот такое вот массовое производство, пока не имеется. Вот, поэтому многое еще нужно сделать в этой сфере. Спасибо. 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 Спасибо.